Возбуждение уголовного дела по факту самоуправства и послужило поводом для проведения следственно-оперативных мероприятий в самом офисе коллекторской компании. По данным сыщиков, один из сотрудников этого агентства почти полтора месяца вымогал у должника 700 тысяч рублей, используя при этом противозаконные методы. Сотрудники коллекторского агентства имеют право требовать взыскания долга в соответствии с должностными инструкциями и не нарушая действующего законодательства. Но так как в методах и стиле работы данного сотрудника было явное нарушение всех требований, и он использовал для достижения цели угрозы жизни и морального унижения, то в его действиях просматривается самоуправство. Потерпевший полицейским поведал, коллектор в случае неуплаты долга как только ему не угрожал. Сначала грозился сжечь квартиру, а спустя пару недель припугнул, мол, покалечу ребенка и супругу. Однако у задержанного версии Ная должник первый перешел в черту дозволенного, начал угрожать клиентке коллекторского агентства, той самой женщине, которой не вернул крупную сумму денег. Мы с ним общались в рамках правового поля, в юридическом таком формате. Он предпоценивал к этому вопросу двух людей, не русской национальности, которые звонили, угрожали нам, угрожали нашему клиенту, то есть кредитору. Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.